Привет! Меня зовут Точек Сергей и ты попал на мой канал. Если ты смотришь меня сейчас, то тебе интересны тонкости и секреты этого прекрасного и любимого всеми нами спорта армрессинга. Всеми нами, то есть армрессерами. По результатам опроса в моей группе вконтакте эта тема стала наиболее актуальной и интересной моим подписчикам, то бишь вам. Мне и самому интересны эти тонкости, секреты и нюансы в армрессинге, но правда в том, что их не существует. Все уже давно доступно, понятно и известно. И чего-то интервивального в этом видео ты сегодня не услышишь. Сегодня же мы рассмотрим очевидные, но упущенные мимо вашего внимания моменты и тонкости в борьбе за столом. Также сегодня я дам советы, которые будут полезны как новичкам, так и армрессерам с опытом и стажем. В случае вторых это будет полезным закреплением уже имеющегося у них опыта. Но прежде чем приступить к разбору темы, я настоятельно и великодушно прошу тебя подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Я буду тебе премного благодарен. Перед началом любой тренировочной деятельности я настоятельно рекомендую разминаться. Это супер важно. Итак, как я и говорил, то что сегодня будет озвучено и так уже очевидно и известно достаточно давно. А я расскажу вам лишь известную информацию. Начну я конечно же с захвата. Захват при борьбе за столом чуть ли не самая важная часть, ибо с него начинается борьба. Правильная и удобная постановка захвата является залогом победы чуть ли не на 8-10 процентов. Конечно же нужно слушать судей и следовать правилам, но кому? Кому неизвестен факт несправедливости и нечестности в судействе. Иногда имеет место быть очевидное и наглое заслуживание вас, а вашему сопернику откровенное подсуживание. И вот только не надо говорить, что это оправдание слабаков и аутсайдеров. Я и сам неоднократно сталкивался с этим, и нередко такая несправедливость в судействе решала исход поединка не в мою пользу. Исходя из этого, я настоятельно рекомендую тебе выставлять захват в свою пользу. Естественно, погода разрешает и позволяет судья. Поверьте, в этом нет ничего криминального, ведь ваш соперник думает только о себе и о своей победе. И уж не сомневайтесь, он сделает все для нее. Как говорится, за столом друзья нет, за столом исключительно соперничество. Да и вообще, используйте все доступные уловки в судействе. Главная ошибка за столом новичков и не только, это бояться браться так, как им нужно. И сдавать позиции, как только его выровнит судья. Но иногда не бойтесь проявлять напористость и наглость. Также бывает, что соперник, забирая захват на себя, берется крайне жестко, перетягивая на себя инициативу с самого начала. Этого ни в коем случае нельзя позволять, будьте настойчивее. Если вашу кисть сжали слишком сильно, сожмите ее еще сильнее. А еще, если, к примеру, соперник подкручивает кисть, а судья как бы не видит этого, не бойтесь указать судье на его невнимательность. Да и сами подкручивайте кисть так, как вам надо. Но, конечно же, в рамках правил. Да, это все мелочи, но помните, ваша победа зависит даже от таких мелочей. Еще один важный момент, не уступающий по важности установке захвата, а именно постановка руки. Что я подразумеваю? Если на рукоборцу посмотреть примерно сверху, то будет видно, что соперник, забирая захват, перетягивает как бы центр на себя. Этого нельзя допускать. По моим наблюдениям, судьи по неведомой мне причине почему-то не замечают этого. Либо же просто не придают значения. Но если они не придают значения этому, то вы-то должны обязательно предавать. Опять же, вы не только должны указать суде на его невнимательность, но и забрать центр на себя. Да, возможно, это цинично. Да, возможно, это неправильно. Но от этого зависит ваша победа. Помните это. Понимаете? Соперник, забрав центр на себя, уменьшает дистанцию до подушки. Тем самым облегчает и ускоряет себе победу. В этом случае ему легче и быстрее тебя одолеть. Напротив же, если вы проигрываете центр, то вы оказываетесь в очень невыгодном положении для себя. Вы попадете в такое положение, в котором в лучшем случае попадете в глухую оборону, из которой надо будет как-то выходить. А еще, естественно, тратить кучу сил. Поэтому обязательно старайтесь выставлять центр захвата на себя и в свою пользу, тем самым повышая свои шансы на победу. Третий мой совет будет состоять из ряда рекомендаций довольно распространенных и известных, но крайне важных. Казалось бы, все, что я говорю, очевидно. Но когда в голову ударяет адреналин и волнение, то спортсмены часто забывают, как правильно себя вести за столом. Нервы вообще очень мешают при борьбе. Так вот, что следует помнить? Во-первых, откинуть ненужное волнение. Во-вторых, всегда слушать команду старта. Всегда быть готовым к старту. Будьте внимательнее. Это, между прочим, почти самая ответственная часть. Проспать старт – это все равно, что показать вашему сопернику вашу ахиллесову питу. И уменьшить собственные шансы на победу почти в половину, то есть на 50%. Также включайте с самого начала. Помните, мало кто может стартовать с мягкого захвата. Это могут только единицы. Вы можете подумать, что успеете включиться в последний момент старта. Но лучше на такое не рассчитывать. Поэтому стартуем быстрее соперника, слушая команду. Смотрите, команда состоит из Ready Go. Но лично я стартую уже на Ready. Обычно такое прокатывает. Уж не знаю, как у всех остальных, но я уже стартую на первую часть команды Ready. Вообще, частая ошибка является тот факт, что во время борьбы в прогрешном положении мы сдаемся, отдав руку. Этого ни в коем случае не стоит делать. Если вы стоите в достаточно удобном положении и чувствуете, что оборона занята хорошая, вам удобно и в руке нет боли, то стойте в этой обороне до последнего. Ведь кто знает, в какой момент соперник может дать слабину и даст вам возможность выйти из сложного положения. Поэтому мой совет — держать оборону до последнего при условии безопасности вашего положения и отсутствии боли в руке. Это еще один хороший шанс на победу. Ну что, тему на это можно считать закрытый. Я, естественно, озвучу не все нюансы и советы. Если же я что-то упустил, и дал неверный совет, то самое время тебе исправить мне в комментариях или добавить свой совет и какой-нибудь нюанс. Я с удовольствием прочитаю все комментарии. К тому же комментарии мне очень помогают в продвижении моих видео. Я читаю все комментарии и обязательно отвечу на каждый. Также не забудь подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. А еще нажимай на колокольчик, чтобы YouTube оповещал тебя о выходе видео на моем канале. К слову, у меня еще есть группа ВКонтакте, в которой я публикую новости из жизни канала, также различные новости из мира армессинга, мемы и юмор, а также в группе ты найдешь раздел с товарами для армессинга моего собственного производства. Я просто хотел сделать армессинг доступным для всех, поэтому и делал оборудование для армессинга по самым компромиссным ценам и качество не хуже брендовых ручек. Если заинтересован, то ссылка будет в описании под этим видео. Ну а на сегодня я прощаюсь с вами. Еще увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok